Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК, в студии работы Дарья Пышмынцева. Сегодня вы увидите Еще больше возможностей для развития. Маслодел запустил новую производственную линию. Глава региона побывал на ее открытии. Молодое перспективное предприятие «Северный фанерный комбинат» вышел на полную мощность. С какими компаниями сотрудничает завод? Приехали, чтобы просвещать. Исследователи в области религии прибыли на север страны для обмена опытом. Больше 4 миллиардов тенге понадобилось того маслаодел для открытия двух новых линий. Одна из них предназначена для производства молока, другая для сметаны. С их помощью предприятие станет делать еще больше полезных продуктов. С его модернизацией ознакомился глава региона и наша съемочная группа. Компания масладел на месте стоять не привыкла. Долгое существование на отечественном рынке любых клиентов, которые делают осознанный выбор в пользу молочки без консервантов, дает ей возможность расти и развиваться. До 2020 года существовала переработка в объеме 60 тонн. И мы запустили две линии – 250 и 200 тонн. То есть у нас сейчас, на текущий момент, 510 тонн переработки в сутки. То есть это порядка, получается у нас порядка 80 тысяч тонн переработки в год. Добавим к этому модернизацию этого года, а затем запланированную на 2022 и получим новую производительную мощность завода. 760 тонн получается. Такого в Казахстане нет, он будет входить. Сейчас мы входим в десятку лидеров СНГ даже. Он будет в тройку лидеров СНГ. То есть это будет два комбината в России и мы будем на третьем месте. Приблизиться к литерству маслоделу помогут две новые современные линии. Одна из них будет для сметаны, а это, например, для производства двухлитрового молока. Обошлась компанией почти в 3 миллиарда тенге. Новую линию запустили в присутствии главы региона. Компания стремится делать не только качественную, но и доступную для населения продукцию. Директор ТОО «Маслодел» рассказал, что за счет большого объема переработки цены на их продовольственные товары на 30-40% ниже среднерыночных. Маслодел стремится не только к высокому уровню продаж, которые позволяют большой компании развиваться, но и к рациональной экономии. Кумар Аксакалов сделал ее директору деловое предложение. Вчера приезжали у нас инвесторы, которые собираются построить завод по упаковочной бумаге. По ГОФРОТАРИ? Да, по ГОФРОТАРИ. Мы уже с ними договорились. Сейчас вот эти финансирования откроем и большую территорию бывшего завода по ЗТМ мы будем восстанавливать. У нас будет своя бумага упаковочная. Но мы очень много потребляем. Мы для АКГЖ, для любого комбината, мы очень солидные покупатели. Поэтому здесь сразу будет очень нам хорошо, логистика рядом, не будем тратиться на логистику. 600 тысяч тонн молока. Столько произвели на севере страны в 2020-м. За последние годы область сильно выросла в переработке полезного продукта. От всего произведенного объема молока мы 53,5% отправляем на переработку. Если мы сравним опять-таки пятилетние данные, то мы от всего произведенного молока 34% отправляли на переработку. То есть и производство увеличивается, и увеличивает соответственно процент переработки. Соответственно увеличиваются рабочие места. И только на этом заводе, благодаря модернизации, открыто 85 новых рабочих мест. Дарья Пашмынцева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Закрыть потребность на отечественном рынке на 60% до конца этого года. Такую цель перед собой поставил Северный фанерный комбинат. Чаще всего продукцию из березу молодого предприятия покупают местные строительные компании, а также все, которые находятся в крупных городах Казахстана. Есть интерес к фанере Северного комбината и у иностранных клиентов. Чтобы выйти на полную мощность, Северному фанерному комбинату понадобилось около 8 месяцев. За последние три на отечественный рынок завод поставил 3500 кубометров готовой продукции. Потребности казахстанских клиентов предприятие пока закрывает на 30%. До конца года товарищество планирует увеличить эту цифру вдвое. Напомню, что завод по производству ламинированной фанеры совсем молодой. Он открылся в начале 2021-го. Сырье поступает в основном местное. Каждый год выделяются санитарные рубки. И из этих санитарных рубок нам поставляется сырье местное. Также есть небольшое количество российского сырья. Береза казахстанская, у нее плотность лучше. По качеству наша фанера по плотности превосходит фанеру других стран. Качество очень отлично. Пленку мы используем немецкую для ламинации. И смолу тоже одну из лучших производителей, российских производителей. Мы получили все сертификаты качества. Наша продукция прошла все лабораторные тестирования. И может составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Много лет казахстанские строительные компании покупали фанеру за границей. Там продукция северного фанерного комбината уже заинтересовались. Сейчас предприятие ведет активные переговоры с иностранными клиентами. Так что, возможно, скоро у завода станет еще больше заказов. Поэтому руководство комбината приняло решение за собственные средства закупить дополнительное оборудование, которое ускорит все процессы на предприятии. А саму технологию изготовления ламинированной фанеры нельзя назвать простой. Березовый кругляк доставляется нам уже в определенных размерах. Мы в зимнее время его парим, пропариваем. В летнее время, если он очень сухой, тоже пропариваем. После того, как он лушильный станок пройдет, получается из него шпон. И этот шпон мы высушиваем, склеиваем. После склейки идет на холодный пресс, на горячий пресс, на ламинацию и обрезку. В течение одного дня, можно сказать, к концу дня уже выходит готовая продукция. А то, что осталось после ее изготовления, отправляется в котельную с завода. На безотходном производстве сейчас трудится 150 человек. Четыре иностранных специалиста продолжают обучать сотрудников, которые устроились недавно и еще не до конца поняли процесс изготовления фанеры. За свой труд работники завода получают от 120 до 200 тысяч тенге. В зависимости от отработанного времени и занимаемой должности. Александр Герман, например, чуть меньше полугода назад работал на комбинате мастером. А затем его повысили до инженера контроля качества продукции. Проверяем размер шпона, толщину шпона, чтобы она соответствовала, чтобы конечный результат был той толщины, которая нам нужна. Проверяем на влажность материал, чтобы, получается, фанера была высушенной, шпон был высушен и в дальнейшем не было брака. Готовую продукцию потом тоже проверяем и делим ее на сорта. Первый сорт, второй, третий. Бывает, допустим, неправильная подача на ту же ламинацию. Неправильно чуть подали и все, получился брак. Но это сортируется, все убирается. Получается, первый сорт идет только идеальные листы. Александр следит за процессом изготовления фанеры на каждом этапе ее производства. Здесь используется в большинстве своем немецкое и турецкое оборудование. Что касается постоянных клиентов, то продукцию северного фанерного комбината приобретают местные строительные компании, а также те, что находятся в крупных городах страны, таких как Нур-Султан, Алматы и Шимкент. Дарья Пашмын, с вами Михаил Казначеев. Новости МТРК. По итогам двух кварталов 2021 года в Казахстане был зафиксирован рост инфляции. Вместе с тем увеличилась кредитная нагрузка и объем денежных вкладов в население. На что же казахстанцы оформляли займы и сколько накопили в текущем году? Первое полугодие 2021 года отличилось постепенным восстановлением экономики как в глобальных масштабах, так и в отдельных странах. К примеру, деловая активность в Казахстане отразилась на показателях банковского сектора. С января по июнь текущего года банки второго уровня выдали рекордное количество кредитов – 9,3 трлн тенге. Об этом сообщает Ассоциация финансистов Казахстана. Из общего объема выданных займов 54% пришлись на корпоративный сектор, то есть это кредиты для юридических лиц. Соответственно, почти половину выданных кредитов получили физические лица, а общий объем займов населения составил 8,6 трлн тенге, что на 13,6% больше, чем в январе этого года. 10% рост портфеля банков по ипотечным займам совпал с периодом наибольшего ажиотажа на рынке недвижимости. Как мы помним, он привел к рекордному росту цен. Что касается роста потребительских займов, то это может быть обусловлено реализацией отложенного спроса, который возник на фоне пандемии в 2020 году. Также на рост таких кредитов могло повлиять снижение долговой нагрузки с ипотечников. И оно связано с программой изъятия пенсионных излишков на жилищные цели, считают эксперты. При всем этом наблюдается и увеличение доли денежных вкладов в банках второго уровня. Петропавловск становится краше с каждым годом. Строятся новые интересные объекты, развивается культура и образование. С ними в ходе рабочей поездки ознакомилась депутат-мажлица парламента Республики Казахстан. Что еще в поле интересов народного избранника расскажет моя коллега Диана Салихова. Историко-краевический музей в областном центре был основан в 1924 году. Объект считается памятником архитектуры конца 19 века, поскольку занимает два исторических здания – дом купца Стрелова и коммерсанта Аркеля. Музей разделен на 13 секций. В каждом из них хранится более 350 тысяч экспонатов, рассказывающих о прошлом, древней культуре, великих личностях и героях региона. В этом году при музее открылся Казалжар-арт-центр. Арт-центр состоит из трех зон. Условно, первая зона – это где расположены торговые павильоны. Там наши мастера декоративно-прикладного искусства продают свои изделия. Следующая зона, где мы сейчас находимся, называется информационно-выставочный центр. Здесь мы проводим, организовываем интеллектуальные игры, интерактивные занятия. Работает у нас здесь электрикран, где демонстрируются фильмы, презентации. Творческие наши креативные люди и молодежь презентуют свое творчество. Увидела их и депутат Можилиса парламента Республики Казахстан. Но цель приезда Жолды Сулейменова из столицы, конечно, не знакомство с достопримечательностями областного центра. Ее интересует в первую очередь, как развивается сфера образования в регионе. В предвыборной программе есть дорожная карта. В соответствии с ее 53-м пунктом мы следим за развитием сферы образования и науки. Потому в первый день рабочей поездки она посетила дворец школьников. Здесь ей показали центр Журек-Жилуи, расположенный на первом этаже. В нем созданы необходимые условия для всестороннего развития детей. А в этом кабинете юные химики проводят свои исследования. Еще одна тема – открытие кампуса Аризонского университета. Данный проект мы обсудим вместе с главой региона. Кроме того, ознакомились с ходом реализации программы ЖАСМАМАН. Депутат Можилиса парламента Республики Казахстан планирует в ближайшие дни также побывать в малокомплектных школах региона. Там намерены обсудить вопросы, связанные с нехваткой кадров. Диана Салихова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Продолжительность уроков в школах будет 45 минут. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов. Также глава республиканского ведомства рассказал о том, что для первоклассников в этом году линейка пройдет на открытом воздухе над территорией школы. В учебном году сохранятся требования по школьной форме. При этом он отметил, что разрешается удобная одежда делового или классического стиля, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Асхат Аймагамбетов напомнил, что сегодня на каналах Ютуб и в системе Кунделик размещены более 13 тысяч видеоуроков с 1 по 11 класса. Они содержат более 100 тысяч упражнений и тестов. На портале размещены уроки от ведущих учителей. В новом учебном году для адаптации к учебному процессу будет реализована программа восполнения потерь знаний. Возвращена продолжительность урока в 45 минут. Также до 20 июня будет организована работа летних школ. Мы проанализировали онлайн обучение и международную практику. Особое внимание будет уделено корректировке учебных программ с увеличением часов на прошлогодние сложные темы. Пенсионные активы ЕНПФ за июль текущего года увеличились на 42 миллиарда тенге или 0,3%, то есть до 12,8 триллиона тенге. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Ербулат Досаев. Он также подчеркнул, что темп изъятия казахстанцами части пенсионных накоплений замедлился 5,3 раза. Количество исполненных заявок на 31 июля при этом составило 403 тысячи на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге. Из них 98,2% направлено на улучшение жилищных условий. Религиоведческая грамотность населения. Чтобы повысить ее, а также обменяться опытом с местными экспертами в Североказахстанскую область, приехали столичные специалисты. В основном они будут работать в Петропавловске с категориями населения из групп риска, а также с теми, кто отбывает наказание в исправительных учреждениях. Подробности далее. МИОР отобрал такие кандидатуры, которые бы соответствовали требованиям. То есть публикации должны быть обязательно, исследования должны быть обязательно. То есть это не новички, это уже такие асы своего дела. Которые посвятили себя изучению всех религиозных течений, в том числе деструктивных. Большинство исследователей, которые разбираются в вопросе, сравнивают их с болезнью. Вот только вылечиться от нее очень сложно. Вот Луганай Мустафиной большой опыт работы с людьми, которые в поисках Бога неожиданно для себя, окружающих свернули не туда. Столичный эксперт говорит, что выделить регион, где больше всего представителей запрещенных религиозных организаций, сейчас нельзя. Благодаря интернету таких людей можно найти в самых разных частях Казахстана. Важно для тех, кто, допустим, отбывает наказание за преступления, связанные с религиозным экстремизмом и терроризмом. Государство заинтересовано в каждом своем гражданине. Для нас важно в региональном ракурсе отмечать динамику их взглядов. Здесь очень важно, во-первых, работать в комплексе, когда работают теологи, религиоведы, психологи, социальная служба. И большое внимание уделяется именно окружению человека, с кем он общается. Поэтому в целом эти граждане не всегда находятся на так своеобразном учете. Учете не для того, чтобы их рассматривать как опасность, как вероятную опасность, а в целом для того, чтобы им помочь не повторять ошибки. Напомню, в Казахстане официально запрещена деятельность 23 религиозных организаций. Но это не мешает некоторым гражданам пропагандировать их взгляды и верования. Кроме закрытых учреждений, столичные исследователи встретятся с населением из групп РИСКа. Работать будут в основном в Петропавловске. А также посетят село Новоишимское районы имени Габита Мусрепова. Дарья Пашмынцева, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции по религиозным соображениям. Некоторые казахстанцы не хотят ставить прививки, ссылаясь на то, что делать это им запрещает их вера. Вот только у религиоведов и представителей духовенства на этот счет совсем другое мнение. Причем подкреплено оно не догадками и предположениями, а источниками. Ни одна из существующих религий не выступает против вакцинации. В исламе, например, говорит имам Азамат Сарсенов, в лечении заботи об организме верующего человека отводится особое внимание. Духовное управление мусульман Казахстана одобрило вакцинацию. К составу уколов здоровья у нас нет никаких вопросов. Не должно быть и у тех, кто обращается к медикам. Они делают свое дело, помогают нам. Не нужно с ними спорить. А еще не следует сомневаться в фактах, доказанных наукой. В Казахстане истек срок получения сотрудниками внушительного списка организации первого компонента вакцины от COVID-19. И до 1 сентября все они должны будут привиться вторым компонентом. Как поясняет в Минздраве, ответственность за выполнение этого требования лежит на работодателях. Правда, пока механизм наложения штрафов на организацию за непривитых сотрудников нигде не прописан. Начнутся ли тотальные проверки и когда в следующем материале. Сроки обязательной вакцинации от COVID-19 в Казахстане однажды уже сдвигали. Очевидно было, что всего за две недели привить такое большое количество людей невозможно. А в списке подлежащих иммунизации сотрудники практически всех организаций сферы услуг. От торговли и досуга до перевозок и общественного питания. В итоге на то, чтобы привить всех, был отвезен весь июль и первая декада августа. И вот к 10 числу первый компонент должны были получить все, у кого нет противопоказаний. Больше сроки, по заявлению Минздрава, сдвигать не будут. При этом хотелось бы успокоить бизнес, сообщество о том, что сегодня, завтра или на днях никто не планирует выходить и штрафовать вас за отсутствие первого компонента. Мы сегодня просим всех вас разъяснить сотрудникам о том, что ваша ответственность в части того, что с первого сентября наши детки пойдут учиться в оффлайн режиме. Поэтому они будут контактировать с вами, с бизнесом, в первую очередь сферой услуг. И хотелось бы, чтобы вы, взрослые, все-таки проявили, скажем так, гражданскую свою позицию, ответственность и обеспечили, чтобы наши дети в благоприятной, скажем так, присозданной коллективном университете могли дальше учиться надлежащим. Вместе с тем, пока нет никаких законных оснований на то, чтобы штрафовать работодателей за невакцинированных сотрудников. Соответствующее разъяснение дала Генеральная прокуратура. И, комментируя этот факт, Морал Рахимжанова заявила о том, что сейчас с Минздравом прорабатывается вопрос о необходимости внесения соответствующих поправок. 1 сентября должны привиться и все студенты. Это, по мнению представителей Минздрава, неизбежная мера. Учитывая то, что новый учебный год абсолютно все школы, колледжи и вуза начнут в традиционном формате. Все студенты должны вакцинироваться. Это первое, за исключением студентов, которые не достигли 18 лет, и также лиц студентов, имеющих постоянные противопоказания. При этом чиновники здравоохранения заявляют, что поставки объема вакцин в страну, необходимого для формирования коллективного иммунитета, ведутся по плану. До конца года в пункты вакцинации поступят еще 7 миллионов 300 тысяч доз вакцин. Первый компонент в Казахстане пока получили немногим меньше 6 миллионов человек. В нашем регионе более 210 тысяч. А полностью привитыми считаются 4,5 миллиона казахстанцев. В области 172,5 тысяча. Дарья Пашмынцева, Ульяна Ашимова, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Игры во дворе с друзьями – неотъемлемая часть летних каникул. И, конечно же, когда все дети играют на улице, шанс получить травму возрастает. Так, с начала года более 900 детей получили различные телесные повреждения. Такие случаи ежегодно возникают во время летних каникул, отмечают врачи. В основном это падение с велосипеда или дерева, травмы на качелях. Соведующий профильным отделением детской областной больницы Асылхан Жагипаров подчеркнул, что в группе риска мальчики и девочки возрасте от 4 до 10 лет. В настоящее время в областной многопрофильной детской больнице проходит лечение 35 подростков. В 2020 году наше отделение приняло и вылечило 1380 мальчиков и девочек. Дети приходят с самыми разными травмами, поэтому назначаем лечение в зависимости от тяжести. Самое тяжелое – это случаи с ДТП. Будущие страны. Каждый год волонтеры СР Казахстанской области проводят акцию «Международный день молодежи». Мероприятие стало традиционным. Активисты движения «Добровольцев» подарили праздничное настроение жителям нашего города. Диана Салихова продолжит. Несмотря на прохладную погоду, волонтеры вышли на площадь, чтобы поздравить молодежь с их праздником. Прохожим они раздавали флажки, а тем, кто поздравил Петропавловцев в ответ, дарили сладкий презент. Сегодня день молодежи. Скажи пару слов, пожалуйста. Желаю всем хорошего настроения, всего хорошего, чтобы мечты сбывались. Поздравляю молодежь с праздником. Желаю усердно учиться, добиваться целей и вперед в будущее, уверена. Благополучие страны напрямую зависит от молодого поколения. Они задают тон в обществе, меняют устои и открывают дверь в будущее. Елбасы в одном из своих обращений сказал, активность молодежи всегда являлась одной из движущих сил политического процесса. Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Он отмечается с целью того, чтобы напомнить людям о вкладе молодежи в развитие и становление государства, а также о тех проблемах, с которыми они сталкиваются на своем пути. Данный праздник был установлен 17 декабря 1999 года, то есть в этом году мы празднуем данный праздник в 22 раз. Такая акция проводится не впервые. В этом году ее организовали волонтеры Североказахстанской области совместно с общественным объединением штаб Жасылу Елеского при поддержке Управления внутренней политики. Диана Салихова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. На этом все. Муниципальный телерадиоканал напоминает свероказахстанцам об обязательном ношении масок. Берегите себя, смотрите наши новости, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова